Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. В перерыве на матче сборных, пока весь мир оплакивает Италию и ее отсутствие на чемпионате мира в России, наш канал подготовил для вас очень интересный материал про вот этого молодого человека Мисут Озил. И его возможный переход в Манчестер Юнайтед уже в Янбарское трансферное окно. Об этом уже какое-то время ходят слухи. И во многом это связано с тем, что Озил уже играл у Мауриню и то, что у него заканчивается контракт. То есть, в принципе, возможен переход за очень маленькую сумму по нынешним временам. Но в сегодняшнем выпуске мы постараемся разобраться, какова вообще вероятность перехода. И если этот переход все-таки состоится, что это значит для команды Жозе Мауриню. Будет ли он перестраивать как-то своих ребят или мы продолжим играть примерно так, как есть. Для тех из вас, кто может быть не знает, кто такой Мисут Озил, или не следит за Арсеналом, или за английской премьер-лигой, ну или вообще в принципе не имеет представления, кто такой Мисут Озил. А это немец турецкого происхождения. Стал известен во многом благодаря своей игре в Бременском Вердоре, в Бундеслиге. Затем он перешел и поиграл какое-то время, по-моему, три сезона отыграл в Мадридском Реале. Играл там весьма и весьма продуктивно. Затем перешел в 2013 году, по-моему, за 50 миллионов фунтов в лондонский Арсенал. И провел там уже, опять же, ну три сезона. В Арсенале у него не так, чтобы очень здорово складывается карьера. И Арсенал на самом деле сейчас жалко, потому что его оба лидера, и Озил, и Санчес, поглядывают в сторону других клубов. И оба эти клуба находятся в Манчестере, как это не прискорбно для Арсена Венгера. Но мы говорим не об Арсенале, мы говорим о конкретном игроке. Итак, давайте начнем с плюсов. Какие у Мисута Узила есть плюсы относительно нашей команды? Да, ну мы все знаем то, что этот игрок достаточно техничный. Мы все знаем то, что он играет на позиции 10 номера. То есть, именно такого плеймейкера, который отдает последний пас, который обостряет, идет в обводку и так далее. То есть, на позиции 10 номера под нападающим. Плеймейкер, диспетчер, как угодно называйте. Но именно это тот человек, который выдает последний финальный пас. И делает то, что у нас призваны делать Мата и Мхитарян. Давайте начнем с сильных сторон, как я уже сказал. И обратимся к первой сильной стороне. Для Манчестера Юнайтед нужен игрок, который будет таскать мяч в отсутствии поля Пагба. И у Мисута Узила это здорово получается. Давайте взглянем на опасные моменты из последних матчей. Итак, матч с Англией. Здесь видно то, что явного продолжения атаки нет. Мисут стягивает на себя игроков. Тем самым освобождая место для партнеров. В данном случае для левого фланга атаки мы видим то, что там Лерой Сане и еще один игрок. Бундес Тим притаился, можно сказать. То есть Узил проходит, протаскивает мяч вот по такой замысловатой траектории. Следующий скриншот это матч с Лестер Сити. Узила здесь встречают, но опять-таки нет открытых партнеров по команде, чтобы отыграться и сделать пас. В этом случае Небет снова тащит мяч сам и делает хороший перевод направо на подключающуюся Белерина по правому флангу. Опять же обращаю ваше внимание на траекторию и длину этой самой траектории, по которой двигается Мисут. Третий скриншот это матч со Сток Сити. Здесь снова все игроки закрыты, но пользуясь неплотной опекой со стороны Джо Алина, Узил проникает в штрафную площадь и отдают передачу под удар своему партнеру. Опять же обращаю ваше внимание на ту траекторию и длину этой траектории, по которой двигается Мисут Озил. Почему я заговорил о траектории и о ее длине? Это говорит о том, что человек не боится работать с мячом. Возможно Махитарян и Мата тоже не боятся работать с мячом, но просто Манчестер Юнайт отыграет чуть-чуть по другой схеме сейчас. Связано ли это с отсутствием такого человека, как Озил или с отсутствием такого человека, как Пагба? Да, я думаю связано, потому что умение именно протащить мяч на какой-то отрезок поля, увидеть при этом партнера, отдать точную передачу, сыграть в одно касание, этого у Мисута не отнять. И вот в отсутствии Пагба мы столкнулись с тем, что действительно таскать-то мяч вот так вот некому, и стягивать, и раскрывать свободные зоны для партнеров. Мисут Озил этим преимуществом обладает, и мы кладем один плюсик, так скажем, в его копилку. Еще один плюс, безусловный, это дриблинг немца. Он идет в обводку. У нас обводкой могут похвастать разве что Антони Марсиали, Маркус Решфорд, Мата и Мхитарян не очень охотно идут в дриблинг, обыгрывают один в один соперника у Мисута. Это здорово в арсенале получается. Давайте обратим внимание на пару скриншотов всего, потому что дриблингует Озил достаточно часто. Вот в первом случае здесь классическая такая раскачка оппонента корпусом в одну сторону, в другую и продвижение вперед. В этом матче Озил играл достаточно хорошо. Вторая ситуация здесь вот в матче с Ангели, заострю ваше внимание. Казалось бы, потеря мяча неминуема, так как прессингует аж с трех сторон Мисута и его партнер по команде находится прямо в бровке и вроде бы ничего сделать теоретически нельзя. Однако, что делает Озил? Он обыгрывает двоих, прорывается дальше по флангу и затем отыгрывается с Юлианом Дракслером. Причем какого-то весомого преимущества это может быть и не приносит, но зато как бы сохранил мяч для своей команды. И вот это очень важное тоже качество. Помимо того, что он тащит этот мяч, помимо того, что он идет в обводку, он нацелен на то, чтобы этот мяч для команды сохранить. Потому что мы знаем очень часто, когда Манчестер Юнайтед, особенно в матче с топ-командами, это было видно, с Тоттенхэмом, с Ливерпулем мы играли, с Челси. Когда Юнайтед обороняется, нет игрока, способного немного успокоить игру, придержать мяч, выиграть эти минуты, секунды для своей команды, для того, чтобы команда чуть-чуть подышала, возможно, чуть-чуть улучшила свои позиции на поле. Таким игроком у нас был Майкл Каррик, но он травмированно уже долгое время не играет, плюс достаточно футболист возрастной. Он, конечно, играет не совсем на той позиции, точнее, ну, совсем на другой позиции, чем Месут Озил. Каррик, скорее, опорный полузащитник, Озил более атакующего плана, футболист. Но, тем не менее, вот это качество у них похоже. То есть, Озил плюс к тому, что может обыграть и протащить мяч, еще может сэкономить время и сохранить мяч для своей команды. Мы это тоже отмечаем. Еще один небольшой плюсик в корзиночку Озила кладем. Двигаемся дальше и следующий плюс. Месут Озил один из лучших в лиге исполнителей стандартов. И дело не в том, что он там забивает часто или отдает часто голевые передачи, а у него просто точность этих передач, она самая высокая по сравнению со средней в лиге. Давайте посмотрим с вами на следующую картинку. Здесь мы видим статистику стандартных положений в лиге. То есть, сколько в среднем наносятся ударов после подачи со стандартов. То есть, с огловых, со штрафных ударов. Мы видим, что в среднем по количеству Манчестер Юнайтед превосходит арсенал и находится в рейтинге выше. Однако, обратите внимание, желтеньким отмечено на точность и сравните со средней точностью в лиге. Это последняя строчка. Мы видим, что по трем показателям арсенал значительно превосходит и Манчестер Юнайтед, и средний уровень во всей лиге. Особенно этот плюс немца может сказаться, когда мы понимаем, что у нас есть на кого подавать, в отличие от арсенала. Да, у нас есть Лукако, у нас есть Златан, высокорослый Погба, Матич, Смолинг, Джонс. Ну и в принципе, средний рост игроков Манчестер Юнайтед гораздо выше, чем средний рост игроков арсенала. На кого подает Узил в основном в арсенале? Это Леказет, Калашиноц при стандартах, да, Косилни, Мертизакер, если немец играет, да, и если француз здоров. И в принципе все, головой у них не так много людей могут сыграть. У нас Лукако, конечно, тоже не очень хорош в игре, ну, в верховых единоборствах мы это не раз отмечали. Однако, как мы видим, еще раз давайте вернемся к картинке, по количеству Манчестер Юнайтед лучше подает, чем арсенал, еще раз заостряю ваше внимание. А вот по точности передач могло быть гораздо лучше. Арсенала, она гораздо выше во всех трех показателях, особенно в показателе, который кроссы в штрафную, во вратарскую, да, где будут бороться такие большие ребята, как Златан и Лукако. Таким образом, если нам более точно и с такой же частотой доставлять мяч на наших нападающих, команда от этого только выиграет и, возможно, будет забивать больше голов головой или больше голов со стандартов. Потому что, честно говоря, со стандартов я вообще не припомню, когда мы последний раз забивали, пожалуй, это было в матче со Свонси, наверное, когда там Пагба попал в перекладину и Рик Баи добивал мяч. Вот, пожалуй, вот этот гол со стандарта я вспомню и больше, честно говоря, не припомню. Если вы помните, пожалуйста, пишите, в каком именно матче мы забили прямо с углового или со штрафного, именно с подачи. Вот такие вот три главных плюса, ну, безусловно, я не говорю о технике футболиста, да, его там подготовке, то, что он один из основных игроков сборной Германии, чемпион мира и достаточно хорошо встроен в систему Юахима Лёва. В систему Арсена Венгера, мне кажется, он так и не попал, потому что у Венгера, ну, у него странная игра и все его ведущие футболисты, их два, это Узил и Санчес, ну, хорошо, сейчас купили Леказета, но я думаю, то, что Узил уйдет и Санчес уйдет и Леказета, один Арсенал этот не сможет вытащить. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в тактику Жозе Мауринию достаточно хорошо вписывается Месуто Зил, и мы с вами об этом поговорим чуть-чуть попозже. Давайте пока что поговорим о минусах этого игрока. Мы перечислили три плюса, еще раз, он может сохранять мяч для команды, придержать его, да, он может протаскивать мяч, он техничный футболист и его дриблинг мы отмечали, и плюс то, что он лучший по стандартам в лиге, один из лучших, да. Теперь его минусы. Все мы прекрасно о них хорошо знаем, это то, что Узил растворяется в важных матчах. И действительно, в важных матчах и в этом сезоне, да, он провел, в принципе, там, девять встреч в английской футбольной премьер-лиге, но, в принципе, в важных матчах его не было видно. То есть, взять тот же матч с Манчестер-Сити, он там играл вроде бы неплохо, но там весь Арсенал играл отрезками. И Узил при такой игре недостаточно хорош. Ну и, в общем-то, ни голевых передач, ни ударов по воротам, ни каких-то супер таких проникающих пасов, ключевых передач, как мы их называем, да, у него в этом матче не было. Ливерпуль тоже выиграл у Арсенала с разгромным счетом. И поэтому говорить о том, что Узил не то чтобы теряется, нет, он теряется. Действительно, друзья, такое есть в матчах с важными соперниками. Возможно, это зависит от тактики, которую выбирает тренер. Однако, факт есть факт, и мы его с вами констатируем. Невнятная игра на старте сезона, пожалуй, второй минус. То есть, да, как бы не был хорош Узил там в Реале и в Арсенале в предыдущих сезонах. На старте этого сезона он выглядел блекло. Это всего там одна или две голевых передачи и один гол в девяти матчах. Для игрока уровня Месута Узила это совершенно никакущая статистика. У нас, допустим, Гедрих Мехитарян в первых, там, в трех матчах он сделал пять ассистов. Но это связано, опять же, с тем, как играет команда отчасти. Отчасти это показатели и перформанс самого футболиста. Второй минус, пожалуй. И третий недостаток скорости и воли какой-то, что ли, да, для игры. Вот такой спортивной злости, мне кажется, ему не хватает, потому что Узил игрок такой достаточно инфантильный, я бы сказал. То есть, когда нужно включиться в эпизод, когда у команды идет игра, Узил тоже играет. Когда нужно вот буквально на зубах вытаскивать какие-то матчи, Узил у характера, на мой взгляд, опять же, чуть-чуть не хватает. Он часто психует и выключается из борьбы. Плюс он не так хорош в обороне, как, скажем, Мехитарян, который играл, я вам напомню, на позиции левого защитника аж в прошлом сезоне, когда у нас был дефицит кадров на этом фланге. Узила в этом плане можно сравнить с Хуаном Матой и времен Челси. У Мурини, тогда, я вам напомню, были претензии к испанцу, что он мало отрабатывает в обороне, поэтому он решил его продать. Узил сейчас чуть-чуть, может быть, больше отрабатывает в обороне, чем Мата тогда. Но вот их с Матой можно, в принципе, сейчас сопоставить. И давайте мы перейдем к следующему этапу нашего сравнения. Это, как бы, сравнение вообще показателей Месута Узила с показателями Генриха Мхитаряна и Хуана Маты на ваших экранах. Статистика Узила по сравнению с нашими игроками на этих же позициях нас тоже не радует. И мы говорили о том, что блеклый старт сезона достаточно был у Месута. Мы видим то, что по ударам одинаковое количество у Узила и у Мхитаряна. По передачам примерно все тоже одинаково. Кроссов больше даже у Маты при условии того, что испанец не на все матчи выходил в стартовом составе и даже на замену не всегда выходил. Обратить внимание можно, пожалуй, на показатель Big Chances Created, да, это то есть создание больших шансов, где лидирует как раз немец. 6 против 5 у Мхитаряна. Но, в принципе, если посмотреть вот на такие цифры, как игра в атаке и игра на команду, здесь Мхитарян, пожалуй, безапелляционный лидер из тех трех футболистов, которые есть. То есть теперь позиции, да, на которых может играть Месута Зил. Он может играть, в принципе, по всему фронту атаки, то есть он играет и справа, и слева. У нас на правом фланге сейчас большущая дыра, абсолютно большая дыра. Там у нас нет правого полузащитника или правого инсайда. Давайте обратимся теперь к нашей схеме. Вот здесь я нарисовал полузащитные нападения, как она у нас выглядит. У нас играют Матич и Пагба в идеале, да, это опорная зона. Мат, Мхитарян и Решфорд под нападающим, которого играет Ромело Лукако. Месута Зил, кого он может здесь заменить? Ну, во-первых, первое и самое главное, скорее всего, изменение, которое последует с приобретением немца, это вот здесь вот. То есть Узил может сыграть вот тут. И, скорее всего, так и будет. Потому что Мхитарян все-таки чуть-чуть побыстрее игрок. И я надеюсь, что с возвращением поля Пагба Генрих заиграет гораздо сильнее. Так как он выглядел, возможно, на старте сезона именно в плане показателей даже. Хотя мы говорили, что он и там немного терялся в этих матчах. Присутствие Узила на правом фланге, как инсайда, нам дает... Ну, во-первых, это открывает бровку для Валенции, как и Мата, это, собственно, делал. Во-вторых, Мата левша, Узил тоже левша. То есть чисто качественно здесь потерь никаких не будет. Здесь будет небольшое приобретение в скорости, потому что Узил побыстрее, чем Хуан Мата. Плюс они с Генрихом, так же, как и с Матой, они смогут меняться местами. Это первая позиция. Но, в принципе, Узил может сыграть и здесь. Узил может сыграть и вот здесь. Дает ли это нам какую-то вариативность? Ну, честно говоря, я не думаю, потому что Решфорд справа и Решфорд слева, они совершенно два разных футболиста. Мхитарян может уходить направо, и он играл на правом фланге какое-то время в прошлом сезоне, мы с вами это помним. Но, все же, Жозе в этом сезоне его рассматривает как десятого номера. Что еще? Ну, в принципе, Узил может играть, как я уже сказал, по всему фронту атаки и быть эффективным и достаточно полезным. В заключительной части давайте поговорим о той стороне сделки, ну, о финансовой, да, потому что мы знаем то, что руководство выступило с заявлением, они якобы, опять же, якобы объявили Жозе, что если ты хочешь новых футболистов в январе, тебе нужно кого-то продавать в январе. Уже пошли невероятные слухи про продажу Муруана Филойни, я совершенно не понимаю, откуда они берутся, потому что Жозе 10 тысяч раз, по-моему, говорил, насколько Филойни важен для его команды. Однако, все равно слухи говорят о том, что мы поменяем Узила, ой, не Узила, а Филойни на какого-то другого футболиста. Лично я думаю то, что покупка Узила зимой, она закрывает несколько сразу. Ну, во-первых, это конкуренция и мать им хитаряну, которые играют не очень здорово в этом сезоне, да, и в плане показателей, и в плане своих перформансов, и того, что они показывают на поле. Это конкуренция раз, это дополнительная опция два, потому что здесь можно Узила выпускать вместо Решфорда, и тогда вот это все закрутится, завертится вот здесь, да, То есть, один направо, и каждый из этих ребят матом хитаря на Узил, они могут играть совершенно на любой позиции. Финансовая составляющая также очень важна. Я думаю то, что поскольку у Узила заканчивается контракт в июне, это будет очень выгодная сделка в плане денег, то есть 20-25 миллионов, это максимум, который могут попросить за футболиста. То есть, мы либо купим его в январе, и уже он с января сможет за нас играть, либо мы можем договориться с ним в январе, чтобы он бесплатно пришел к нам в июле, августе или в июне, летом. Поскольку Арсенал не захочет терять даже эти 20 миллионов, я думаю то, что сделка может состояться. И, наконец, еще один плюс, о котором мы точно будем говорить, это то, что Арсенал очень удобно для всех, и для нас, и для Ман-Сити в ситуации с Санчесом, очень удобно заигран в Лиге Европы. И не играет в Лиге Чемпионов. И таким образом, оба лидера из Санчес и Узил доступны для трансфера зимой. Потому что их можно будет дозаявить в весеннюю стадию Лиги Чемпионов. Я напомню то, что по правилам UEFA это можно сделать, действительно, даже если игрок заигран в групповой стадии Еврокубка. Ну, то есть Лига Европы в данном случае, он может играть в весенней стадии за другой клуб в Лиге Чемпионов, при условии, что его клуб не играет Лиге Чемпионов. Поскольку Арсенал выступает в Лиге Европы, в весенней стадии Лиги Чемпионов он никак играть не может. Цена очень хорошая, можем усилиться под Лигу Чемпионов, можем усилиться под ЭПЛ. Плюс для глубины скамейки, плюс небольшая стоимость. Плюс это добавит нам уже какого-то устойчивости при исполнении стандартов. Потому что кроме Решфорда сейчас это почему-то никто не делает. И в принципе я расцениваю переход Месута Узила как большой плюс для команды именно в январе в сложившейся ситуации. Я где-то месяц или два назад, когда еще играл Поль Пагба, я говорил совершенно противоположное в одном из выпусков. Тогда ситуация выглядела так, что Манчестер Юнайтед был такой машиной, которая сносила вообще всех на своем пути. Им хитарян и Мата играли здорово, Пагба играл великолепно. Лукаку, все вот эти шестеренки механизма Мауринио, они работали. Сейчас убрали один из механизмов, да, это Поль Пагба. И мы видим какой сбой сразу идет. Вот какие-то части той работы, которую делает Поль Пагба, Месута Узил может компенсировать. То есть, чтобы мы, не дай бог, с Пагба еще раз что-нибудь случится, чтобы мы не оказались в той же ситуации. И для глубины скамейки, мне кажется, это будет хорошее приобретение. Друзья, что думаете вы? Пишите обязательно в комментариях. Уже очень скоро мы выходим после международной паузы. 18 ноября мы сыграем с Нью-Каслом. Да, с Нью-Каслом у нас дома на Олд Траффорд. И превью обязательно смотрите в пятницу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что мы делаем. И обязательно делитесь ссылкой, чтобы она становилась с вами еще больше и больше. Ну и, конечно, делитесь своими мыслями, как я уже сказал, в комментариях. Буду рад обсудить и услышать ваше независимое мнение о том, нужен ли Узил в сложившейся ситуации о такой команде, как Манчестер Юнайтед. У меня же на этом все. Болеем за Нью. Все будет у нас хорошо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok